Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Мы играем в третью часть Ведьмака. Мы на том же месте, на котором остались в прошлой серии, и у нас большое количество вещей, которыми можно заняться. Но в первую очередь меня привлек вот только что сейчас, но тот мешочек. Могу его собрать? Нет, мне показалось, что этот мешочек можно собрать. Ну да ладно. Что я вам могу сказать, что я сделал между сериями? Особо чем-то я не занимался, но я приобрел все для того, чтобы, по-моему, сделать броню, что ли. Я просто играю через день после того, как я записывал предыдущую серию, и я особо смотреть не могу. Да, я купил вот эти все ингредиенты для ремесла. Соответственно, мы сейчас попросим нашего знакомого кузнеца нам сделать военная кожаная куртка. Он прибавляет на 15 броней. Ну, вы видите стату, да? То есть, не нужно вам ее объяснять. Но для нее нужен первый уровень. Поэтому, наверное, пока делать не будем. Достигнем первого уровня. Хотя, опять же, ее можно сделать, а просто потом одеть. Логично? Логично. Для этого обращаемся к оружейнику. Тут надо понимать, что нас потребуют деньги за то, чтобы ее сделать. Пробуем. Все, она теперь у нас есть. Попробуем ее одеть. Так, можно починить наши предметы. Так, прочность довольно-таки неплоха. Поэтому смысла сейчас пока этим заниматься нет. Улучшения и разобрать можно много предметов, но этим тоже заниматься нужно более досконально. Пока сейчас, думаю, этому уделять внимание не надо. Так, хорошо. Будь здоров, мой друг. Бывай. Так, что, попробуем одеть эту броню? Но я сомневаюсь, что у нас это с вами получится. Так, где у нас снаряжение? Так, а я улучшил его, да, получается? Да, получается, я его улучшил, да? Потому что других доспехов у меня нет. Судя по всему, да. Судя по всему, да. Ну да. Так, давайте сразу посмотрим, что у нас седло. 501 может нести, да, 100 крон стоит. Можно покупать шпоры, сумки и трофеи. Сумки я, по-моему, видел у него. Давайте попробуем сразу купить их. Покажи, что у тебя есть на продажу. Да, вот у него есть седло, он лучше, чем мая. Такое же. Поэтому покупаем сумки, у нас хватает денег. Ага, хрен, у нас хватает денег. Будем копить. Отлично, ладно, по крайней мере, мы знаем, кого ее взять. Ну что ж, эту серию посвятим, наверное, тому, что выполним задание, связанное с призраком. Ты что мучишь-то, барышня? Деревню мы, в принципе, изучили. И если я правильно понимаю, мы отслеживаем именно задание лихо у колодца. Идем туда. Мне прямо сейчас просто серии хочу пройти через это поле. Что это, не знаю, рожь, не рожь, пшеница, не пшеница. Просто мне хочется посмотреть, как это выглядит. Вот так. Отлично. Так, здесь можно пособирать всякие травушки. Я их собираю, потому что в любом случае где-то они пригодятся. Здесь этому много внимания уделено. Так, единственное, что не засек и время, а теперь засек. Все. Ну, пошли. Пошли еще сходим к этому дому. Потому что он стоит так обособленно. И дорога, которая идет в колодцу, я так понимаю, проходит далеко от него. Здесь много всяких растений. Если, конечно, все собирать, то это можно просто отдельную игру делать по травособиранию. Ну, в любом случае, лишнее точно не будет. Так. Здесь кто-то шкуру разделает. Ну, это знакомые нам предметы. Антуража, еще способы частей. Кто тут живет в теремочке? Признавайтесь. Закрыто, да? Нужен ключ. Ладно. Может быть, где-то мы его и найдем. Здесь, кстати, нужно очень тщательно осматривать трупы и все в таком роде. Потому что с них можно собирать как квесты, так и какие-то полезные вещицы, типа ключей, записок, еще чего-то. То есть, вещи все полезные. Так, ну, честно говоря, не знаю. Требуется первый уровень. Ну, рекомендуется для убийства призрака. Но мы все-таки с вами играем не на самой большой сложности. Кстати, мне советует поменять сложность, но, к сожалению, я не знаю, как это сделать в игре. Скорее всего, никак. То есть, если я выбрал... А, вот, можно поменять, да? Боли страдания, сюжеты драки. Ну, давайте пока останемся на своем. Вы мне в комментариях напишите, хотите ли вы, чтобы прям так уж принципиально я поменял уровень сложности. Кто-то пишет, что, типа, я на самом высоком уровне сложности не встречаю сопротивления. Нужно понимать, что когда ты делаешь летсплей и когда ты играешь для себя, это разные вещи. То есть, когда я играю для себя, соответственно, я сосредоточен на своем результате, я сосредоточен на геймплее. Когда я делаю летсплей, я в первую очередь думаю не только о геймплее, но еще и о том, что я говорю и как это лучше предоставить. Поэтому, поверьте мне, если вы думаете, что я плохо играю на записи, поверьте, для себя я играю, ну, процентов на 40 точно лучше. Я вот... Можете мне поверить на слово. Просто поверьте мне, говорить что-то членораздельное и при этом осмысленно и при этом еще и хорошо сражаться довольно-таки тяжело. стараемся, но где-то может и различного рода огрехи раскальзывать. Ладно, мы идем к колодцу пока подороженьки. Я не тороплюсь, не бегу. Мне нравится здесь выходить именно вот таким вот уверенным шагом ведьмака. Так. Ну, покинутая деревня. У нее-то я и пришел. Мне что интересно, что по заданию мне там, по-моему, нужно будет убить... Так. В Белом Саду Герой заметил объявление Духи обычно обитают в развальных замках, крепостей На худой конец башен Призрак из белого сада выбрал себе более скромное место Окрестности старого колодца Призрак Но у меня, к сожалению, в бестиарии нету ничего про призраков, ребят Поэтому придется, что называется, наобум Так, что у нас по знакам? Игни, давайте оставим игни Ну что ж, покинутая деревня, насколько ты большая? Не знаю, но мы сейчас тебя осмотрим Я так чувствую, деревня, она тут даст просраться А, это быстрый переход? О, здесь быстрый переход Получается, вот на эти знаки, да? Ну, довольно удобно Получается, в тех местах, в которых ты был Ну, что же, открытый мир, он всегда подразумевает быстрый переход Так, ну давай смотреть Вот и несчастный колодец Странно От духа ни следа Может он появляется в определенное время? Так, определенное время Используйте, мать чуть-чуть, чтобы на тебе доказать от того, что дух здесь Я пока не вижу никаких доказательств Ну, судя по всему, мне нужно будет сам колодец, чтобы залазить Давайте сначала внешне осмотримся Старая вещь и шкура Так, еще раз можно взять А почему сразу не показали мне все содержимое здесь? Лежит один из таких, кто там Так, у меня вибрирует джойстик, это, соответственно, значок И вот, наверное, доказательства, я прав? Тело высушено, следы ожогов Тело высушено, следы ожогов Кто-то использовал на нем игни, что ли? Очень полезная штука, вот этот выбежущий Амулет, в нашем случае браслет Так, есть смысл убивать оленей? Я думаю, посмотрел мульти про Бэмби, и тут скажет мне, что нет Попробуй, просто попробуй У меня нету арбалета пока Хорошо, опыт получил Что с тебя можно взять? Оленя шкура Ну, в принципе, пригодится для крафта, да? То есть можно их и убивать Пошли посмотрим, что здесь Да, здесь много этих свитков Не свитков, а этих Связанных мешков Пустая бутылка Ну, пригодится для алхимии опять же Собачье сало опять же доедет для алхимии Старая вещь, шкура Кукла Почитаем потом, для чего это Блюдо Ну, явно для продажи Ну, поживились неплохо Сказать, что прям круто Конечно, хочется броню усиливать Конечно, хочется какие-то новые крутые мечи Но пока об этом речь не идет Пока мы, черт подери, в игру только входим Так, на чем чутьем Я здесь больше ничего не вижу Тогда пошли к следующим домам Здесь тоже ничего, да? Ну, посмотрим дома А потом уже плывнем в колодец Ну, конечно, логично, что призрак появляется ночью Тут, как же называется, гадалки не ходи Так, я думал, ящик можно Насмотреть на предмет наличия чаеволи габо Так, сундучок Салда Заберем Такая покинутая деревня Но очень много всякой полезной лабуды и дуды Так, и больше ничего Ну, на этом спасибо Пошли к следующему Так, а та дорога куда ведет? Обратно из деревни В другую сторону Судя по всему, оттуда, откуда мы пришли Да, очень много алхимических ингредиентов Очень много старых овечьих шкур И собачьего сала Все берем Я всегда говорю Что-то продать или выбросить всегда можно Сейчас, кстати, утро Можете видеть Восемь часов утра Геральт свеж Так, мне вот это уже не нравится Особо вот это помещение Как-то у него неприятно Знаете, какой-то у него атмосфера Стиль игры Анна Помните такую проходили на канале? Довольно-таки жуткий Певестик, честно говоря Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите Кирпичи там присутствуют Так Так, а судя по всему, тут совсем ничего Вон там что-то померцает маленькое Опять собачье сало Опять эссенция Опять чистое серебро Чистое серебро, наверное, для серебряного меча пригодится нам Дерево посреди дома Как вам? Я бы не хотел, чтобы у меня такое выросло в квартире Так, сломанные грабли Очень полезная вещь Книженцы Пожелтевший дневник Дневник? Может пригодится Давайте сразу его сейчас выйдем на улицу, осмотрим Потому что вполне возможно, что там будет запись про призрака Что-то мне подсказывает, что Может быть это Давайте почитаем Так, где он у нас? Письмо от Янифер Где же ты, брат? Заказ А где дневник-то? Уже поедет здесь должен? Или он в заданиях идет? Да, вот он Двадцать седьмое, третье, двести пятьдесят Наконец-то Волькер подал жалобу на владителя в суд с Физими Перечислил с ней все обиды, какие мы от него потерпели Как побил на Иогана За то, что тот перед ним шапки вовремя не снял Как пьяный все поля вытоптал Отступного платить и не думал Как ворвался на свадьбу Паттера И право первой ночи домогался И случилось то, о чем мы просили в молитвах наших Мелители Признал судья наши жалобы И все задолженности личные Что есть у нас перед владетелем Отменил Можем наконец основать собственное поселение Жить как вольные люди Следующий месяц у нас туда Первый день на своем месте Хущий, хутор скромный А для меня он лучше, нежели самые сказочные дворцы Волькер околил дом дымом орешника Чтобы взгляду Фатха догнать Закопал уходу кунницу Чтобы вору через порог не переступить А потом подарил мне браслет Красивее всех, что я в жизни видела Матушка сказала, что глупо это Столько на побрякушки тратить Если у нас на лемехе и матыге нету И что надо браслет от копцу вернуть Только через мой труп Никогда его не сниму Всегда он будет мне напоминать о Волькере О том, какие мы в тот день были счастливы Зачем что-то мне подсказывает Что это от лица Женщины, которая будет тем самым призраком Согласитесь Говорят, что владетель к нам собирается Будто хочет договор заключить Склонить нас, чтобы мы в его деревню вернулись Говорят, после того, как умер у него сын Сам успокоился и больше не бесится, с чего попало Но это мы еще посмотрим Так или иначе А я отсюда уходить не собираюсь Ну да Так, найти духа, обитающего в колодце Давайте смотреть У меня на мини-карте Отображается Большая зона досмотра Вот, вижу еще следы трава Трава вокруг колодца выжжена Судя по всему, это полуденица Так, мы выяснили, что это полуденица Давайте про нее почитаем в 200 арии Отлично Лихо у колодца На долю обитателей белого сада выпало куда больше страданий, чем я люблю вынести Войска потоптали их озимой Грифон начал таскать скот И будто я без этого селение не доставало бед В ближайшей колодце завелась полуденица И вовсе не странно было, что это создание, как бы венчавшее все беды белого сада Местные прозвали лихо Ведьмак чувствовал, что нечто связывает полуденицу с местом ее обитания А значит, чтобы отправить ее душу в мир Иной Гераль должен был сперва разгадать ее секрет Когда же было сделано, началось подготовка к битве Полуденица существо весьма опасное Она может бить противника с толку, ослепив его Или создав собственные зеркальные отражения Которые будут понемногу вытягивать жизненную энергию жертвы Тогда как их создательница останется нетронутой Боюсь не, ведьмак не мог рассчитывать на один только меч Чтобы заманить ее в ловушку и заставить принять литеральную форму Был, может, знак Ирден Ирден, я не помню, ловушка, что ли Так, нам поможет бомба, красное масло И что бы это ни было, надо посмотреть Есть ли у меня нет и знак Ирден Хорошо, полуденица Вопреки распространенному мнению Крестьяне прерывают работу в середине дня Для того, чтобы спрятаться не от жары, а от полуденицы То есть нам нужно сюда быть в полдень Она появляется В особо жаркие дни на полях иногда появляются призраки Напоминающие иссушенных солнцем женщин Одеты в длинные белые одежды Это полуденицы духи женщин и молодых девушек Которые умерли насильственной смертью Неопосредственно перед или после своей свадьбы Обезумевшие от боли и ненависти Кружат они среди них В поисках своих прежних неверных любовников Или соперниц Но убивают каждого, кто попадается у них на пути От перехода в мир уных обычно удерживает некий предмет Имеющий для них особое эмоциональное значение Поэтому, найдя в чистом поле Обручай на кольцо или изорванную фату Лучше их не поднимать А как можно скорее удалиться Ладно, давайте посмотрим, есть ли у нас это Масло Или что бы то ни было, я уже не помню Так, у нас его нету, да? Изначально А что это вообще такое? Давайте посмотрим алхимию Что-то привязывает полуденицу к этому месту Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир Так, картечь Саму Не хватает у меня чего, получается? Для них Селитр, да? Понял Масло Вот, масло от призраков У меня не хватает Аринарий Вот помните, я где-то Аринарию собирал в деревне Могло бы пригодиться Может быть у кого-то можно ее купить Ну ладно Так, для начала нужно осмотреть дома Так, я же, блин, осмотрел Поторопился, что называется, да? Объяснить, что привязывает полуденцу к размышленному кутеру Мы в дневнике же находились Вон там что-то есть Давайте осмотрим Вибрирует у меня джойстик Хорошо Здесь какие-то кровавые пятна Но это не его кровь Хорошо Пройти по следам оставленным телом Давайте осмотрим Пятна крови едва различимы И вот сюда тащили еще живым Ну, идем дальше Среды окровавленных ладоней Руки маленькие Женские, наверное Она была ранена Дралась за жизнь Тело не видно Но, может, я найду какие-нибудь следы Иногда кровь видна даже через десятилетия Еще один свет у колодца Такое ощущение, что мы все-таки к полу здесь придется идти Так, а я здесь что-то не осмотрел, что ли? Почему здесь круг? Это же мной уже осмотрено Круг здесь нужно пойти по следам оставленных тел Ну, по-моему, вот берем Понимаешь? Вот вижу след руки Следы крови почти исчезли Но ниткой крови по-прежнему видна Что-то не так Труп повешен на веревке от ведра Похоже, это хозяйка дневника Все-таки, получается, повешали, да, их? Широкий таз, маленькие челюсти женщина Судя по зубам лет двадцати Без левой руки Надо сжечь останки А перед этим понять, что связывает ее с этим местом Может, у меня на руке был мужнен браслет И кость потому и отвалилась Придется прыгать Надеюсь, не переломаю ноги Так, то есть, другие дома осматривать не надо, да? Широкий Я просто боюсь, что сейчас полдень будет И она придет А у меня нету масла от призрака Придется подручными средствами Ну что, ребят, в колодец Как бы этого сильно не хотелось Так, что, прям прыгать, что ли? То есть, нельзя как-то по-человечки спуститься по веревке Еще как-то Так, грибочки Конечно, мне хватает мне двух этих цветков И тогда бы было все идеально Я, кстати, не запомнил, как они выглядят Что, прыгаем, что ли? Давай Черт подери, ребята Тут темно и сыро Так, спокойно Кто-нибудь что-нибудь видит? Внизу что-то есть Вижу Как нырнуть-то? Так, X чтобы вернуть, B чтобы вынырнуть Так Что-то я здесь видел Вижу Браслет Так, еще этот виду Какой-то ящик Так, пошли наверх Его было видно отсюда Где-то я видел живую Вот он Вижу Еще ниже можно? Да, я под воду Как-то совсем стремлю Так, а что я взять-то не могу? Маленько Что-то здесь я в управлении буду Так, беру все, что плохо лежит Идем дальше Так, вроде больше ничего Найдите выход из пещеры Давай его искать Скорее всего, вот он Как засыпиться? Ты не хочешь засыпиться здесь? Нет? Не понял совсем Вот же выход из пещеры Кстати, там внизу какие-то растения, правда? Или вот они наверху? Здесь можно вылезти Здесь довольно-таки темно У меня нет кошки А есть ли у меня факел? Мне не хотелось бы его здесь зажигать Я совсем понял, почему он у меня не вылезает Здесь же можно вылезти Нет, да? Может внизу проплыть? Скорее всего, так и есть Я не вижу здесь никакого проплыла Или есть он здесь? Какая-то щелочка есть? Пошли сюда, обратно А, вот здесь, наверное, и надо вылезти Там не было далековато Лов удачный Браслет с гравировкой Лави от Волькера Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце Отличная работа Но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу Иначе полуденницу не изгнать Так, выход-то где у нас здесь? Да, судя по всему, темновато, конечно Но пока не зажигаю ничего Давай попробуем здесь выйти Здесь что, нырять нужно? Судя по всему Не совсем я еще привык, если честно, к этому плаванию Так, это какая-то золотая руда, нет? Такое ощущение, что да Похоже на золотую же руду из Ризен? Но у меня кирки нет А так бы я ее добил, конечно Так, давайте полазать наверх Так, я ничего тут не пропущу Вроде ничего не светится Так, давайте воздух оглотнем Хорошо, и снова Потихонечку привыкаю уже к этому плаванию Маленькое такое, не очень удобное Но опять же не сказать, что что-то сложное есть Я думаю, проблем у нас с выплавом не будет Я просто не хотел бы пропустить какую-нибудь интересную штучку здесь спрятанную А выплываю, наверное, возле деревни, да? Так, здесь ничего? Надо подготовиться Сделать масло от призраков, выпить эликсиров Сплываем, мой друг Хорошо Так, вон там что-то вижу вдалеке Давайте сплаваем А потом уже поймем, где мы выплыли Так, здесь у нас что лежит? Может быть масло от призраков? Штанишки какие-то Сейчас мы их посмотрим Так, и судя по всему больше ничего, да? Довольно-таки мелкое озерцо Сейчас я быстренько чуть-чуть осмотрюсь Да, больше ничего Давай выходить Выплывай наверх Хочу нырять Тут уже наглотался водички Так, где я оказался-то? Утопцев тут, надеюсь, не будет Я, по идее, не должен был оказаться где-то далеко от того места Так, а это что за дом? Давайте посмотрим карту Так, это деревня А в этом доме я буду? Так, пришел я отсюда Сто процентов Давайте-ка осмотрим этот дом Может быть мы найдем тут самое растение Которое мне нужно Я запомнил, что он какой-то аэргин какой-то Придется идти в деревню Искать это же растение Делать масло Зелья я, к сожалению, никаких не сделал Опять же, какое зелье поможет мне от призрака Ласточка только восстановление здоровья Так, где мы? Что это за рыбачья такая Маленькая лачушка Опять каприфоль Ну давайте соберем, раз мы уже здесь Не пригодится сейчас, пригодится позже Так, давайте осмотрим сейчас сразу и здесь тоже Что здесь интересного Вижу Ну, как я и говорил, рыбацкие снасти О, тут тоже кого-то повешали Но судя из записки, да, то есть Руководитель тот деревни Управляющий Или как его там называли, забыл Добрым особо не был И из-за того, что они не вернулись в деревню Наказала в таким вот жестоким способом Короткий стальной меч Хм Интересно, где в кипляшу? Сейчас посмотрим Сушеная рыба Ее можно будет поесть Ладно, отсюда выходим У нас до полудня еще час Давайте попробуем Вернуться Туда, где я брал это растение Может быть, там оно еще раз выросло Я не знаю, каким образом здесь симулируется рост растений То есть, есть ли смысл приходить на те же самые места Может быть, где-то здесь растет, нет? Нет, я запомню такой зеленый большой куст Где он тут? Где-то пробежало растение одно Такое же, да? Ладно, пошлите сбегаем до деревни Обратно По-моему, правильно бегу Заяц, волк Немножку зайца я убил Сырое мясо я даду Ведь зайца жалко очень мне Но кушать хочется сильнее Ладно, давайте быстро сбегаем А в любом случае еще час до полудня Потому что, в принципе, я так-то готов ко всему Так Не вот это левостей, нет? Вот болиса нет Вот бербеки нет Ласточкина трава для ласточкиного зелья пригодится явно Так, это то самое закрытое место По-моему, я собирал Я теперь буду по всей траве бегать Я хочу сделать это зелье для призраков Давайте так сделаем Чтобы не терять ваше и мое время Мы с вами вернемся Если я найду Ну, или если не найду Мы тут сам ультрого Мы тут сам ультрого Так, ну что ж, похоже я ее нашел, долго я ее не искал. Растет она совсем недалеко. Вот так она выглядит. Если я правильно понял. Или, по-моему, я неправильно понял. А, это не значит, что та, что нужно. Так, кстати, штаны. Так, броня на 3 лучше, чем у меня. Но необходим, опять же, уровень. Нормально нашел? Да. Так, а меч, урон? А почему, что такое минус 1 этот молоточек? Что это значит? Ну, он получается получше, чем мой, да? Давай посмотрим. 22, 26, плюс пробитие доспехов. 1,74 весит. 1,61 весит, 69 параметры. 26,32. Ну, это получше. Давайте его возьмем. Единственное, что нужно будет подчинить и заточить. Так, ладно. Позвонять в чей-нибудь оружие. Но пока не вижу в этом смысла. У него более-менее нормальные показатели. Единственное, что пробития брони на нем нет. Ну да, ладно. Так, ладно. Туль я траву нашел. Вот что важно мне. Не знаю я. Ты что-то мне каждый раз пишешь. Так, вот. Могу создать масло-отпиток. Именно тот предмет. Хорошо. Ну, в принципе, все. В принципе, получается все. Так. Масло-отконьки увеличит уровень. Но мне это нужно было. Единственное, что я пока не совсем понимаю, как у меня по параметрам восстановления здоровья. То есть у меня здесь, получается, стоит... Да что ты каждый раз пишешь мне эти вещи? И так это знаю. Ты мне скажи, что... Он умничает, как мне маслом пользоваться. Так. Вот здесь у меня восстанавливает здоровье. 20 секунд. Длительный эффект. Ладно, с ним пока останемся. Так. А оружие... Как мне пользоваться арбалет? Что-то я ни разу его не использовал. Надо будет задаться этим в следующей серии. Прямо-прямо конкретно задаться этим вопросом. Так. Масло я пока не использую. Использую его поближе к цели. Ну что же. Мы идем убивать призрака. Серия полностью посвящена этому заданию. Ну что. Мы с вами, кстати, приобрели новые штанишки. Мы с вами приобрели новый меч. Ну там, конечно, показатели не настолько прям уж... Радостные. Что прям уж нужно пить дефирамбы этому мечу. Но в любом случае, потихонечку-потихонечку будем свое... Оружие улучшать. Ну что. Судя по всему, потихонечку к ней приходим. Сейчас как раз... Двенадцать. Я готов, как вы думаете? К этому. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте сохранимся. Для того, чтобы... Отсюда у нас была отправная точка. Хорошо. Ой, ухарни бабай! Стой! Я еще не помазал! Так, где у нас масло от призраков? Так, а вот нужно куда-то использовать. Все, понял. Я же его был. А, оно же помазано? Все, хорошо. Что, работаем? Так, знак Ирден. Знак Ирден. Где у нас знак Ирден? Это ловушка, да? Ну, ладно. Блин, вспоминать бы я уже, если честно, боюсь что-то ее. Иди сюда. Ты что, меня не видишь? Иди сюда. Ты что? Эй! Спокойно, спокойно. Ты не будешь со мной сражаться, что ли? Эй! Тетушка. Воу-воу-воу-воу-воу! Полегче, полегче. Спокойно, братуха. Воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу! А ты не простая, я это знал. Воу-воу-воу! Спокойно, я ее боюсь, мать моя женщина. Где она? Так, я помолчу, ребят. Так, она проходит через меня, я понял. Так, я застрял. Это непросто. Что, я ее убил? Да не мог я ее убить. Где она? Только не вниз. Я тебя очень прошу. Жесть, останки, женщина, которая превратилась по лунинцу. Быстро, быстро, быстро. Или я ее вызываю снова? Что у меня с мечом? Блин, глюки с текстурскими, это все-таки присутствует. Блин, ну я пришел к ней подготовленный. У меня, конечно, нет первого уровня. Но, возможно, это ее ослаблит. Да, получается, я пока снигрался зря. Ой, какая неприятная. Языкастая. Сработало. Так, работаем. Работаем. О, вот это плохо, вот это плохо. Иди ко мне в ловушечку. Ой, их много. Ух ты тварь, а. Это все обманки, да? Спокойно, потихонечку снимай. Так, главное, чтобы она не проходила через меня. Это очень плохо. Только не разделяйся. Так, все, не жадничаем, не жадничаем. Хорошо, маленькая пожадница все-таки. Я помолчу, ребят. Потому что это очень плохо для меня. Так, это обманка. Это обманка. Жутно палом, тварь. Хорошо, тоже обманка, да? А где она? Не жадничаем, не жадничаем. Ударил, отошел. Ударил, отошел. Спокойно, брат. Мочу ее сильными ударами. Есть контакт. Холистое масел, лексиров и бомб ограничено, и они могут закончиться. Чтобы пополнить запасы, вводите в окно медитации. Если в жюраке есть алкогест, вы можете приготовить скрепку алкоголя. Он автоматически будет использован для пополнения всех ваших алкогических препаратов. Если в рюкзаке есть алкогест, его можно приготовить. Он автоматически будет использован. Хорошая штука. Она ушла. Навсегда. Взять трофей с полудиницы. Берем дымный кристалл, призрачная пыль, эссенция призрака, эссенция света, изумрудная пыль, трофей полудиница. Отлично, вернуться к Адалану за вознаграждение. Ну что я могу сказать? В принципе, мы справились довольно-таки неплохо. Маленькие я потратил бутылки воды, чтобы остановить свое здоровье. Ну, в принципе, думаю, справились неплохо. Я не совсем понял, что значит... Ну, мы сейчас в конце серии с вами помедитируем. И, может быть, возможно, пополнится весь наш запас. А пока бежим обратно. Здесь можно ускориться. Мы здесь с вами уже были не раз. Можно маленько бегом. Правда, он может вспотеть, потому что у него броня довольно-таки теплое, судя по всему. Но, в принципе, я доволен, как мы с вами справились. Я доволен. И растения, так понимаю, отрастают снова, да? Ну, я вот этих вот, наверное, набрал бы. Забыл опять название этого растения. Для будущих призраков, потому что явно таких призраков встретим еще не раз. По игре. Давайте сдадим квест. Где он там был? Вот так это выглядит. Трава, надо это запомнить. Давайте параллельно ее собирать. Как она называется? Аринария. Хорошо, запомнил. Так, сдаем квестик. Я, по крайней мере, знаю, где она растет, если что. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любовь приданное собрал. Без вас бы она до свадьбы не дожила. А так и есть надежда. Надо же. Вот уж не думал получить какая-нибудь приданное. А я и подумать не мог, что оно ведьмаку достанется. Странные времена настали. Правда? Странные и печальные. Ну я деньгами-то гнушаться не буду. Ладно уж. Не обвиняйте меня в этом. Ну что ж, я очень рад, что мы выполнили первый заказ на чудище-юдище. Так, я хочу посмотреть, здесь есть еще у тебя ареналин? Нет, судя по всему, еще не отросли. Ну, по крайней мере, я знаю место, где они, в принципе, обитают. Давайте сразу вот здесь и подберем их. Очень полезная вещь. Ну что ж, давайте на этом эту серию закончим. Следующую серию начнем с того, что пошаримся в нашем инвентаре. Посмотрим, что мы там набрали, что можно улучшить, что можно ухудшить, что называется. И начнем с кузнеца, там мы вещи по-продаем и заточим уже имеющийся у нас нож. Надеюсь, вам понравилось. Мне может, говорю, меч. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите, комментарий, подписывайтесь, ставьте лайки. Я так понимаю, нам в травнице нужно пойти или куда? Или у нас основное задание высветилось? Да, вот у нас основное задание, да? Ну, мы к нему еще вернемся. У нас еще куча здесь работы. С вами был Нальбодиплей. Если не комментарий, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok